О причинах глобального потепления и методах борьбы с ними узнаем в следующем сюжете. Согласно большинству мнений ученого сообщества, глобальное потепление обусловлено антропогенным воздействием, то есть характером человеческой деятельности. В атмосфере все больше и больше накапливается парниковых газов, углекислого газа, метана, даже озона. Поэтому возникает парниковый эффект. Когда радиация в космос для Молдовы уходит в меньшем количестве, чем раньше, большая часть задерживается здесь, в атмосфере, в близеземной поверхности. По словам Юрия Переведенцева, 120 лет тому назад температура поднялась на 1,2 градуса. А сейчас глобальная температура около 15 градусов по Цельсию. Если сравнить температуру прошлого столетия, то она поднялась на всей территории России примерно на 2 градуса. Но все же для России это не так страшно, потому что Россия северная страна. И в том, что здесь тепла больше, ничего плохого нет. Нельзя поднимать температуру глобальную еще на 2 градуса. Будет больше неприятностей для земного шара. Глобальное потепление опасно природными катаклизмами. Например, наблюдаются все чаще засухи и наводнения, потому что нарушается баланс между природными системами. Но избежать глобальное потепление можно. По словам Юрия Переведенцева, рекомендуется регулировать выбросы в атмосферу. Сейчас перед учеными поставлена цель к 2050 году добиться такого результата, чтобы количество выбросов вернулось обратно. Для этого нужно будет делать определенные технические сооружения. А также очень важна договоренность между странами, чтобы ставить какие-либо ограничения. Энджими Небаева, Универтньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова